Они еще школьники, но уже надели военную форму. В Екатеринбурге в 32-м военном городке проходят полевые сборы будущих призывников. Условия для них создали почти как в армии, но с некоторыми поблажками. Сюжет Радика Шараева. Когда вы будете изготавливать две стрельбы, непосредственно уже целиться, должно получиться так, что автомат должен стать продолжением вашего тела. Какое положение необходимо занять при стрельбе, как присоединить затвор и шомпол? Все тонкости стрельбы школьники стараются запомнить, внимательно слушая офицера. По указанным мишеням огонь! А это по-настоящему историческое событие для каждого десятиклассника. Только что они произвели свой первый учебный выстрел из автомата. С расстояния 100 метров школьники должны трижды попасть в яблочко. Но это в идеале. Такой под силу, пожалуй, лишь прирожденным снайперам. Для зачета хватит и минимум 15 очков. Правда, и такого результата достигают лишь единицы. Все в цель. За исключением одного молока ушло. Ну, для первого раза три патрона у него все попали в мишень. Андрей Курзюков стал лучшим среди сверстников. Выбил 18 очков. Успехом увенчались все три выстрела. Стрелять раньше не доводилось, говорит молодой человек. Основу ведения огня изучал лишь в теории. А за хороший результат спасибо нужно сказать деду. С детства дедушка научил целиться. Только на практике все. Ну, в теории. Сейчас получилось на практике. Очень тяжело. Как-то думала, что легче. Но вроде как получилось. Я думаю, если тренироваться, будет все лучше и лучше. А это уже учение по радиационной, химической и биологической защите. Самое основное – правильно и быстро надеть противогаз. Норматив 7 секунд. Это в армии. Пока с будущих призывников спрос поменьше. Ибо для начала научиться его правильно надевать, шутят офицеры. Да и школьники не скрывают. Сборы даются сложновато. С первого раза не получается пока. Ну, после нескольких попыток подготовки, может, как-то получше будет. Но все-таки начальные какие-то навыки стрельбы, одевание экипировки. Все-таки, если какая-то экстребрация, как-то, может быть, полегче будет, чем если бы вот этих сборов подготовки никакой не было. Пятидневные учебные сборы проходят две сотни школьников со всего региона. Например, сегодня в 32-м военном городке школьники из Красноуфинска, Екатеринбурга и Ачита. Главная цель сборов – привить будущим призывникам элементарные навыки военной подготовки. Чувство ответственности, по крайней мере, у большинства полностью проявляется. В основном, может, не в полной степени, но все-таки оно присутствует, какое-то чувство опасности. Полевые сборы продлятся до конца недели. По их итогам, каждый из учащихся получит отметку о прохождении начальной военной подготовки. Радик Шараев, Александр Плюснин, информационная программа «День», Екатеринбург.